Всем привет! Сегодня мы посмотрим на анонимные юнионы или безымянные юнионы. Что это такое? Ну и посмотрим на пример. Ну а кто не знает, что такое юнионы, вот так вот пишется юнион, то ищите у меня на канале, ну искать не сложно, в каждом ролике, под каждым роликом есть ссылка на список тем, которые есть на канале, и в уроках по C++ вы можете найти юнионы. А сегодня мы рассмотрим анонимные юнионы. Ну, вкратце напомним, да, юнионы это такая структура, в которой есть много членов, ну она подобно похожа на структуры, на классы, вот, так вот, в которой много может быть членов, но они разделяют одно и то же адресное пространство, и размер этого пространства равен размеру самого большого члена. То есть, если у вас там есть char, short, int, то размер будет 4 байта, то есть самый большой у нас int. Но в один и тот же момент данные могут храниться в одном из трех. Вот я перечислил char, short и int, то есть либо char, либо short, либо int. Короче, ищите, переходите, ну, либо же просто открывайте книгу и читайте. А сейчас мы посмотрим на применение анонимных юнионов, то есть безымянных. Ну, сейчас нам валяю пример. Вот, смотрите, вот у нас пример класса Anonymous, и в нем, конечно же, есть перечисление, то есть мы будем хранить либо числа, либо текст. И вот наш безымянный, наш union, в котором мы объявили две переменные, int и строку. То есть в один и тот же момент можем хранить. Так вот, как вы видите, union безымянный. Ну, и как же, как же пользоваться всем этим добром? Ну, сейчас как минимум нужно написать нам деструктор. Ну, я напишу, наверное, оператор присваивания. Вот, и пару функций для того, чтобы можно было возвращать корректное значение. Итак, готов примерчик. Теперь смотрите, 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 что у нас тут есть. У нас есть конструктор, у нас есть деструктор. В деструкторе что мы видим? Если тип последнего, последний переменной, текст, то мы вызываем ручками деструктор. Смотрите, вы же видели, да? Вы видите, это безымянный union. Доступ к этим переменным осуществляется напрямую, без каких-либо там конструкций. То есть вот, str, непосредственно. То есть у нас этот класс, как бы, будет хранить в себе, ну, объекты будут хранить в себе вот такие, будут описаны две переменные, два члена, да? int и string. Ну, пространство у них будет одно, адресное пространство одно. Вот. Теперь смотрите, оператор равно, например. Мы сравниваем теги, ну, какой тип сейчас, да, на переменной сейчас хранится. Текст, если у одного и у второго, то все просто. Мы просто присваиваем наши перемены str, переменную, ну, другого объекта. Вот. Если же этого не происходит, вот этого не происходит, значит, что-то у них не равно, либо этот int, либо этот int. Соответственно, соответственно, можно идти дальше. Если у нас у текущего объекта, которому мы присваиваем тип текст, то мы вызываем ручками деструктор. А дальше смотрим по типу, по типу того объекта, который нужно скопировать. И если это интеджер, то все нормально. То все нормально. То мы и присваиваем и. Так, что-то тут не то. Надо это сделать вот тут. Вот так. Так. Ну, потому что для и деструктора там вызывать не надо, потому что это простой тип int и. Вот. Ну, и деструктор и конструктор. А для текста надо. Вот. Мы берем оператор new. Передаем туда адрес уже существующей переменной. То есть это означает выделить память по тому же адресу. Вот. И вызываем конструктор. И туда передаем непосредственно строку входящего объекта. Ну, а дальше обновляем тип. Ну, и точно так же у нас, практически точно так же по возврату. Number. Это типа getter. Если тип равен number, возвращаем и. Иначе ноль. Но на самом деле вот это ноль неправильно. Здесь по-хорошему надо было бы генерить исключение. То есть в качестве домашки, если вам интересно, вы могли бы сюда кое-что добавить. Или вот сюда в паблик. Секс и паблик какой-нибудь классик, который можно было бы генерить как ошибку. То же самое с текстом. Если у нас тип текст, то мы возвращаем значение. Иначе же желательно генерить исключение. Ну, или на крайняк какие-то ассерты добавить в дебаге. Но лучшее исключение. Дальше. По установке, по сеттерам. Сеттерам то же самое. Сравниваем текст или не текст. Если текст, вызываем деструктор. Устанавливаем число, переменную перечисления, тип устанавливаем в number. И присваиваем перемены. И в сет текст. Смотрим, если это текст, то все отлично. И мы присваиваем. Если же это был у нас тип до этого integer, то есть number. То берем все, как и делали. Вызываем конструктор. То есть выделяем новый участок памяти. Вот. Вот, вот, вот. И в принципе все. И теперь смотрите. Кстати, интересная такая штука. А чему же будет равен по умолчанию? Ну, переменная какая? Как вы видите, здесь вообще не задано. То есть вообще непонятно, что есть что. Но для этого, смотрите, можно, знаете, чем воспользоваться. Можно сделать вот так вот. Проинициализировать. Проинициализировать какую-то из членов. Теперь по идее, по умолчанию, у нас должно быть вот, смотрите. Перемена и проинициализирована. Соответственно, mtype нам тоже надо проинициализировать. То есть, надеюсь, вы поняли. Фишка в том, что если мы укажем здесь инициализацию чего-то. Вот. Смотрите. Сейчас у нас ошибка будет компиляции. Почему? Потому что она говорит, инициализация, множественная инициализация всех членов невозможна. Надо только один член проинициализировать. И этот член, эта переменная будет активна по умолчанию. Вот. Соответственно, если нам нужен интеджер, мы инициализируем интеджер. И в mtype делаем вот так вот. e, так, number. Вот. Когда мы указали один из конструкторов, то есть, ну, проинициализировали, то тогда компьютер, компилятор знает, какая переменная будет создана по умолчанию. Ну и давайте посмотрим, как отработает. Да, отработает здесь все нормально. То есть, по умолчанию у нас number и нолик. Устанавливаем текст. Как вы видите, сейчас у нас текст так. Тип, 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 тип текущей переменной. Текст. И вот значение. А переменная. И мусор. Ну, как бы, да. Потому что там сейчас, в этом адресном пространстве, хранится информация по нашему объекту вот этого типа. std string. f10 нажимаем. Теперь у нас стал текстом. И str not accessible. Вот. Поэтому, поэтому, вполне себе возможно использовать анонимные юнионы. Используйте их. И не забывайте про нюансы. Про то, что можно указать только один. Инициализация только для одного объекта. Вот. Ну, конечно же, юнионы накладывают маленькие. Но все равно ограничения на производительность. Ну, маленькие, маленькие. А порой они даже практически незаметны. Или их вообще нет. Но, тем не менее, используйте. Лучше использовать юнионы тогда. Анонимные и неанонимные. Только тогда, когда это вам действительно нужно. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok